Добрый день, меня зовут Седа Джентуханова, я программный директор Эндофест Московского Международного фестиваля эндоскопии и хирургии с опытом организации более 50 научно-практических конференций международного формата. И сегодня я хочу обсудить такую важную и интересную тему, как модерация секции, представив вам свою новую презентацию «Искусство модерации. Золотые правила, которую должен знать каждый модератор». Давайте начнем. Модерация – это одна из самых сложных задач, которую может быть при организации проведения конгрессов, конференций или отдельных секций. Чаще всего именно этим пунктом пренебрегают при их организации, а ведь именно в нем во многом залог успеха конференции. И первое, что нужно понимать при организации конференции – это то, что каждая секция конференции должна быть полезным местом для обмена информацией и опытом, решения определенных проблем и обсуждения этих решений. И если мы хотим, чтобы наша секция служила этой миссией, у нее должна быть четкая цель и четкое следование трем основным этапам с точки зрения модерации. Первый этап успешной секции – это знакомство с участниками, уточнение цели и повестки секции. Второй этап успешной секции заключается в основной части – это представление спикеров, регулирование вопросов и ответов и инициация дискуссии. И третья часть – это выводы и заключения из вышесказанного, ну и, конечно, завершающие или напутствующие слова, которые тоже отводятся модератору. Более того, для того, чтобы секция прошла успешно, ее нужно подготовить и обеспечить ее эффективное проведение. И тут в игру вступает модератор. Именно о нем по большей части мы сегодня и будем говорить. Основные вопросы, которые мы сегодня будем разбирать в моей презентации – следующие. Для чего нужен модератор сессии? Кто такой идеальный модератор? Почему найти хорошего модератора – это сложно? Какими качествами должен обладать каждый модератор? И завершим презентацию топом 10 золотых правил профессиональной модерации. Итак, для чего же нужен модератор? Роль модератора может разниться от конференции к конференции, от секции к секции, но кое-какие элементы подготовки универсальны. Именно модератор открывает секцию, координирует выступления спикеров, модерирует вопросы и ответы, ведет дискуссию и, конечно, закрывает секцию. Необходимо понимать, что цель модератора секции – привести участников к результату в виде новых знаний, нового опыта, решения проблем или запроса, с которым пришел участник. Кто же такой идеальный модератор? В первую очередь, это подготовленный модератор. Но, к сожалению, даже наличие идеально подобранных чек-листов по подготовке модераторов не гарантирует, что модератор в полной мере справится со своей ролью. Есть ряд личных качеств, которые помогают быть хорошим модератором, а также немалое значение имеет опыт, осведомленность о трендах и ключевых темах в определенной отрасли, личная заинтересованность дискуссий и многие другие факторы. Так, модератор должен хорошо разбираться в обсуждаемой теме, быть коммуникабельным и иметь навыки управления аудиторией, быть в тесном контакте с представителями оргкомитета или программного комитета. То есть, ему должны быть присущи такие навыки, как экспертность, лидерство, коммуникация и нетворкинг. Согласитесь, найти такого человека очень непросто. Поэтому, подбирая людей на роль модератора, постарайтесь составить свой идеальный портрет и обязательно поговорите с каждым кандидатом лично. Выясните мотивацию, узнайте об опыте, убедитесь, что вы одинаково понимаете главный посыл конкретной секции и вообще всей программы события целиком. И уже после этого представьте исчерпывающий инструктаж, подробные чек-листы и памятки для модерации конкретной секции. И о них мы тоже сегодня поговорим. Как же найти идеального модератора и где его взять? Во-первых, необходимо четко и недвусмысленно описать, в чем же заключается эта особая для данной секции роль и какие у вас от нее ожидания. Помните, что главная роль модератора не может быть просто скопирована из другого мероприятия. Она напрямую зависит от того, какую задачу выполняет конкретная секция в программе вашей конференции или форума. И если вы затрудняетесь сходу сформулировать роль, подумайте над несколькими наводящими вопросами из-за этого списка. Какие действия надо будет выполнить модератору? Почему их не может выполнить кто-то другой? Кому модератор должен уделить больше всего внимания? Спикерам? Участникам в зале? Особым гостям? Ведущему? Организаторам? Должен ли модератор сам разбираться всеми секциями, которые он модерирует? На каких аспектах секции больше всего отразится успешная работа модератора? Ответив на эти вопросы, вы сможете лучше понять, кто этот идеальный кандидат, а уже потом разбираться с его задачей. Кстати, о задачах. Основные задачи модератора, независимо от формата или цели секции, следующие. Модератор открывает и закрывает мероприятие. Передает слово докладчикам или спикерам секции, или участникам панельной дискуссии, в зависимости от формата секции, и представляет их. Модератор также следит за регламентом выступлений. Если у выступающего заканчивается время, то он может вежливо, но настойчиво поторопить или даже остановить выступающего. Осталось 2 минуты. Ваше время доклада истекло. Хорошо, когда на секции также организованы волонтеры, которые будут показывать тайминг каждому спикеру в виде таблички с минутами, как мы, например, это делаем во время фестиваля. Мы это сделаем для того, чтобы не отвлекать дополнительно модератора за тем, чтобы он следил за временем. Когда модератор отвлекается за слежкой времени доклада, тогда он отвлекается и от самого спикера, и от выступления, и от аудитории. И это считывается аудиторией. Соответственно, лучше всего, когда этой задачей занимается кто-то другой. А модератор также следит за таймингом, видит табличку волонтера и может, соответственно, прервать спикера или поторопить его. Модератор также управляет процессом обсуждения во время дискуссии, зачитывает вопросы, поступившие от слушателей онлайн-трансляции или же из зала. Для этого модератор должен быть в тесной кооперации с технической службой конкретного зала. Если выступление не вызвало вопросов слушателей, то модератор может сам задать вопросы и таким образом инициировать обсуждения. И не просто может, а мы считаем, что модератор должен задавать вопросы, если они отсутствуют, таким образом помогая или фасилицируя других участников к активной дискуссии, обсуждению той или иной проблемы. Все это является обязательными пунктами в работе модератора. Но успех модерации зависит не только от того, как мы открыли или закрыли секцию. Большое значение в успешной модерации играют гибкие навыки модератора. Давайте посмотрим, какие. В первую очередь это контентная нейтральность, личная нейтральность, ответственность, гибкость, внимание к деталям. Давайте поговорим об этих навыках подробнее. И первое это контентная нейтральность. Собственно, это то, какой должна быть позиция и внимание модератора. Модератор должен взять на себя нейтральную роль, то есть сдерживать собственное мнение и не оценивать вклады участников. Если участники довольны результатом встречи, то и модератор тоже должен быть доволен. Это про то, как некоторые модераторы под завершение секции говорят, вот этот доклад или презентация был очень хорошим, вызывая у другого спикера не очень приятную эмоцию. Я думаю, что каждый из вас слышал такое во время конференции. По сути, модератор вообще не должен оценивать презентацию или доклад. Это задача не модератора, это задача организатора форума. Помимо этого, есть такое понятие, как личная нейтральность. То есть, модератор должен относиться ко всем присутствующим одинаково. Это означает, что он должен быть дружелюбным со всеми, не показывая возможной неприязнь или наоборот предпочтения. Роль модератора состоит в том, чтобы привлечь всех, внести свой вклад в проведение секции. Кроме того, модератор следит за тем, чтобы все присутствующие имели сбалансированное время выступления. Но мы также часто видим во время некоторых конференций, что один спикер докладывает гораздо больше по своему времени, превышая регламент, например, 30-40 минут, а последующих спикеров модератор начинает прерывать из-за дефицита времени и не дает им, соответственно, полноценно рассказать свой доклад. Таким образом, модератор должен нейтрально относиться к участникам и к содержанию. Но это не единственное. Безусловно, для модератора очень важное такое качество, как ответственность. При этом это ответственность за сам процесс, а не только за результат. Модератор отвечает за то, чтобы секция проходила гладко, чтобы участники вносили свой вклад и чтобы в результате были достигнуты определенные результаты. Модератор берет на себя ответственность за эти результаты. Он или она подразумевает, что секция – это место, когда можно повлиять на результаты. Таким образом, модератор несет ответственность за сам процесс и ход секции, и за ее результаты. И следующий гибкий навык – это, собственно, сама гибкость. Несомненно, модератор должен придерживаться цели – секции и повестки дня. Но так бывает не всегда. То есть не всегда все идет под предполагаемым планом, когда модерируешь секцию. Например, кто-то из спикеров может опоздать, кто-то не приехать совсем. По разным причинам. А секции, которые сопровождаются живыми трансляциями из операционной, вообще совершенно непредсказуемы. И здесь действительно нужны очень опытные и сильные модераторы, чтобы участники в зале даже не подозревали, что что-то пошло не так, как планировалось. Поэтому, если запланированная программа не работает, модератор может отклониться от повестки дня. В этом случае он может менять вход событий и адаптировать программу секции под новые условия. Например, если кто-то из спикеров отсутствует, не стоит смещать доклады в программе, а желательно сохранить тайминг, поскольку некоторые участники могут прийти на конкретную секцию в определенный зал, чтобы послушать только один запланированный доклад. Для этого модератор должен занять время дискуссией и обсуждением предыдущего доклада или же любых других вопросов, связанных с повесткой дня. Следовательно, модератор должен быть уверен в своих методах, чтобы помочь в ходу встречи он должен быть гибким. Также важно, чтобы модератор всегда был внимателен и не отвлекался, думая о следующих шагах. Модератору необходимо обращать внимание на то, что происходит на секции, что важно для участников и способствует ли происходящее достижению целей и результатов. Именно поэтому модератору необходимо внимательно и добросовестно следить за тем, что происходит. То есть не стоит отвлекаться на телефонные звонки или сообщения во время модерации секции, переговариваться со своими со-модераторами, если они есть, поскольку такие моменты очень сильно дискредитируют модератора в глазах спикеров и аудитории в целом. Но мы с вами часто видим, что на некоторых конгрессах или конференциях модераторы отвлекаются на телефонные звонки, начинают отвечать на смс-сообщения, или же просто разговаривать со своими со-модераторами, с которыми давно не виделись, не слушая данного конкретного спикера. Это не только неуважение к спикеру, но и неуважение ко всей аудитории. Поэтому, пожалуйста, если вы модерируете секцию, следите за тем, что вы делаете, как вы слушаете, насколько активно вы принимаете участие и насколько активны вы слушатели. Модератор должен способствовать обмену идеями между участниками. Поэтому следующий гибкий навык – это вопросительные отношения. С этой целью он может задавать уместные или даже явно глупые вопросы. Иногда мы попадаем в ловушку, думая, что все ясно, но так ли это на самом деле? Все ли участники действительно понимают идею, предполагаемое решение или его последствия? Вопрос или перефразирование сказанного может выявить возможные несоответствия. Например, я часто во время модерации секции могу задать вопрос спикеру, понимая для себя, что для меня ответ очевиден. Но такие вопросы задаются специально с целью того, чтобы аудитория лучше поняла, что рассказывает спикер, какие-то моменты, какие-то нюансы, связанные с определенной тематикой. Поэтому не бойтесь задавать такие вопросы. Даже если вы знаете ответ на этот вопрос, такие вопросы улучшают понимание аудитории того или иного доклада или презентации. Таким образом, нейтральность, гибкость, внимательность, ответственность и вопросительные отношения – вот некоторые из ключевых принципов хорошего модератора. А теперь перейдем к практическим советам. И все практические советы я разделила на несколько частей. И первое – это то, что мы должны сделать перед Конгрессом. Пожалуйста, ознакомьтесь с программой своей сессии заблаговременно. При этом заблаговременно – это значит не накануне вечером, перед тем, как вы пойдете модерировать. Это значит, что нужно выделить достаточное количество времени, чтобы изучить программу. Две, а то и три недели. Зачем это нужно? Для того, чтобы подробно изучить спикеров секции, их ходные данные, место работы. Для того, чтобы подробно можно было изучить тематики доклада в секции. Подготовить хотя бы один вопрос на случай, если таковых из-за аудитории не будет. Также подготовить общие вопросы для обсуждения в конце секции для отдельных спикеров и всех спикеров вместе. Подготовить свои комментарии на обсуждаемую тему и подумать над заключительными словами. Такая подготовка сделает проведение секции однозначно более эффективной. Перед вашей секцией обязательно нужно приехать заранее, то есть приехать на локацию хотя бы за 15-20 минут, чтобы ознакомиться как со своим залом, так и с оборудованием в этом зале. Такое случается, что модераторы секции приходят или за минуту до ее начала, или непосредственно в тот момент, когда секция начинается. Тогда модератору недостаточно времени для того, чтобы ознакомиться с аудиторией, спикерами, познакомиться с техническим ассистентом и подготовиться как следует. Для поддержки обязательно нужно обратиться к техническому ассистенту комнаты, для чего нужно с ним обязательно познакомиться и иметь плотную коммуникацию во время секции. Потому что все мы знаем, что ведение секции может заключаться, как я уже говорил, в каких-то форст-мажорных ситуациях. Кто-то из спикеров опоздал, кто-то не пришел вовсе. Если же у нас имеются лайв-трансляции, тем более нужно модератору обязательно коммуницировать с тех ассистентом для того, чтобы все проходило гладко, давая информацию друг другу и имея обратную связь. Также познакомьтесь с докладчиками, попросите проверить их в своей презентации, соберите возможные вопросы для панельной дискуссии и напомните им о формате выступлений. О поздних изменениях программы следует сообщать техническому ассистенту, который примет к сведению порядок выступлений. Если у нас два и более модератора, то, конечно, нужно обязательно согласовать и поделиться задачами со своими со-модераторами. Во время секции мы разделим эту часть на три основных этапа секции, о которых мы говорили в начале презентации. И первое – это ведение или представление. Пожалуйста, представьтесь и объявите свою секцию, указав тему и ее название. Напомните аудитории переключить мобильный телефон в беззвучный режим. Видео и аудиозапись презентации не допускается без предварительного разрешения докладчика или организации. А об этом пункте никто никогда не говорит, кстати. Второе – это основная часть. В целях последовательности и нейтральности модераторам не следует ни аплодировать, ни хвалить какую-либо презентацию. Попросите участника аудитории представиться, прежде чем задавать вопросы. Не забудьте озвучить вопросы онлайн-аудитории, если они есть. При необходимости повторите или перефразируйте вопрос-ответ. Вот здесь очень важная функция модератора заключается в активном слушании, потому что часто бывает, что спикер не понял вопроса из зала, или наоборот, участник, который задает вопрос, не понимает ответа спикера. Задача модератора – это помогать или фасилицировать рубрику вопросов и ответов. И третья часть – это завершение или дискуссия, в которой модератор должен взять на себя ответственность за период обсуждения. В конце секции необходимо поблагодарить всех выступающих и аудиторию и не стесняться подводить итоги и обсуждения, добавив несколько важных моментов. Специальное примечание для сессий с панельными дискуссиями – пожалуйста, пригласите всех спикеров присоединиться к вам на сцене, рядом с подиумом для спикеров, чтобы собраться для панельной дискуссии. Также у модератора могут быть дополнительные обязанности или та информация, которую он должен передать аудитории. Мы-то с вами знаем, что от этого зависит настроение участников и качество программы всего события. Знают ли они? Но напомнить об этом еще раз и дать пару практических советов о том, как лучше использовать таймер на девайсе, например, познакомить с волонтером, который будет подавать условные знаки из зала при необходимости – это никогда не бывает лишним. На мой взгляд, вынесение этого аспекта роли модератора в отдельный пункт в памятке помогает подчеркнуть серьезность ваших намерений как организаторов. Сделать качественное мероприятие. Не прячьте этот аспект между срок. Напишите четко и прямо. Помимо важного напоминания о тайминге, также модератор может объявлять какую-то дополнительную информацию. Например, организаторы могут попросить модератора объявить, что будет обеденный перерыв и где он проходит. Могут попросить объявить о необходимости прохождения определенного контроля для получения баллов НМО. И какие-то другие объявления, в том числе объявления о том, когда начнется следующая секция в этом зале и на какую тему она будет. И говоря о тайминге, конечно, закончить вовремя – это дело чести модератора. И это один из самых сложных пунктов. И под завершение презентации здесь представлены топ-10 золотых правил профессиональной модерации. Давайте пройдемся по этой десятке. Первое. Сосредоточьтесь на целях, оценках, чувствах и мнениях участников. Что для вас означает отступить с вашим личным вкладом или мнением? Второе. Относитесь серьезно к каждому участнику и относитесь ко всем участникам одинаково. То есть разрешите заложение всех мнений и идей. Третье. Не оценивайте вклад ваших участников. Просто опишите то, что вы воспринимаете нейтральным образом. Четвертое. Всегда помните о цели вашей секции. При необходимости помогите участникам снова увидеть эту цель. Пятое. Мотивируйте спикеров найти конструктивные правила для обсуждения. Повторно ведите их, если это будет необходимо. Шестое. Сделайте свое наблюдение за поведением спикеров прозрачным. Отразите, как они справляются с раздражением или, например, конфликтами, которые могут возникать во время секции. Седьмое. Сосредоточьтесь на конструктивных вопросах, а не на ответах. Позвольте участникам сформулировать свои ответы и выводы. Восьмое. Больше слушайте и меньше говорите сами. Девятое. Стремитесь к ясности. Помогайте участникам четко понимать, о чем идет речь. Перефразируйте некоторые аспекты, мнения или выводы. И последнее. Десятое. Поддерживайте сохранение основной повестки секции и, конечно, ее регламента. Но на этом не все. Я бы также хотела поделиться с вами чек-листом идеальных секций. Общие, но важные советы, как сделать секцию определенного формата лучше. Следите за языком жестов и положением своего тела. Особенно важно это в плане зрительного контакта. Задавая вопрос, посмотрите на спикера. Потом обратите взгляд на аудиторию. Обычно спикеры копируют модератора, иначе спикеры будут смотреть при ответе на вопрос только на вас. И аудитория будет чувствовать себя лишней. Не стесняйтесь вставлять технические комментарии, когда это уместно. Просить спикеров говорить громче или тише, ближе к микрофону и так далее. Не давайте спикерам выступать с откровенно рекламным посылом. Вы имеете полное право пресечь спикера, если он отходит от темы или скатывается к самопиару. Чтобы смягчить такой момент, можно перенести акцент с посыла «Мы лучшие» на «Что мы конкретно сделали?» Вы не обязаны принимать все вопросы от аудитории. И это, кстати, очень важный пункт. Если вопрос не по теме, предложите обсудить это в перерыве. Такое часто бывает в наших конференциях. Когда приходят вопросы, не соответствующие вообще тематике секции. Мы такие вопросы не зачитываем. И считаем, что имеем на это полное право. Приветствуйте разногласия. Это нормально, что у спикеров разные точки зрения. Именно ради этого они и участвуют в секции. Разнообразие мнений интересно для аудитории. Главное, вам не нужно принимать ту или иную сторону. Ваша задача – поддерживать дискуссию в продуктивном и позитивном русле. И последнее. Если вы хотите как следует высказаться по теме, то скажите организаторам, что вы должны быть среди спикеров, а не модераторов. Модератор – это посредник в дискуссии, и он не должен отвечать на все вопросы аудитории самостоятельно. Спасибо большое за внимание. Я благодарю всех и желаю всем успешных модераций.